Накануне Дня Медика лучшие военные гражданские врачи получили награды. Это признание общества за спасенные жизни. На торжествах побывали и наши корреспонденты. Ордена за спасенные жизни и медали за милосердие. Сегодня получили более 100 докторов. Это умение быть благодарными. Тогда, когда государство этого не делает. Нет государственной награды для лекарей, для медсестер, для парамедиков. Нет отдельной. Сегодня мы благодарим тем, кто каждый день рискует своим жизням. Ретует бойцов на передовой. Ретует в реанимациях, не имея медикаментов, не имея медицинского обеспечения. В общем, шукаючи, каким образом это сделать. Среди награжденных гражданские военные медики из столичных поликлиник, института Амосова, мобильных военных госпиталей. Медработники пограничной службы и госслужбы чрезвычайных ситуаций. Они просто делают тихо, спокойно. Каждый день спасая людей. Каждый день принимая роды. Каждый день делая операции. Каждый день удаляя зубы и так далее. Мы как бы не видим это. Но это огромная работа. Закупить за свой счет медицинское оборудование. А также три машины мобильной стоматологии. И девять раз съездить в зону АТО. Будучи гражданином Ливана, Салим Караме оказал медицинскую помощь более тысячи украинским воинам. Медик, он должен лечить людей. Клятва Гиппократа, она для всех Гиппократа, для всех она одно и то же. Поэтому мы, как медики, мы должны людям помочь. Независимо от его статуса, независимо от его денежной положения. Дай Боже, что закончится война, будем лечить семьи АТОшников. Будем лечить АТОшников, которые уже живут с нами, которые работают здесь. Медаль за милосердие и заботу. Первая награда Юлии. Девушке приходилось спасать воинов АТО прямо из-под вражеского огня. У нас сложнее было морально. Очень тяжело смотреться на страждания людей, которые болят. Руки делают, а душа болит. И все это медики, работающие в госсфере, совершают за минимальную зарплату в 3200 гривен. Лина Зеленская, Андрей Ярковой. Подробности телеканал Интер.